Глава республики Михаил Игнатьев посетил Заволжье и встретился с горожанами. Какие проблемы есть у жителей левобережной части города и как они решаются, узнала наша съемочная группа. Свежий воздух, тишина и близость к Волге. Наталья Климина не применяет экологически чистый район столицы Чувашия ни на какой другой. Одна беда – детских садов катастрофически не хватает. Чтобы отправить с дочерь дошкольное заведение, молодой маме придется ждать еще минимум год. Детей очень много, садиков очень мало. Группы маленькие, детей набирают. Мест не хватает, всем приходится. Нам сидеть с детьми, на работу не выйдешь. Как-то надо с этим справляться. Я считаю, что нужно открывать новый садик. Одноэтажный детский сад 46-го года постройки рассчитан на 25 детей. Сегодня количество воспитанников доходит до 40. Из-за нехватки мест дети начинают посещать садик с 3, а то и с 3,5 лет. Михаил Игнатьев пообещал жителям Заволжья решить эту проблему, напомнив, что в стране действует специальный проект. Однако недостаток детсадов – не единственная проблема жителей Левобережья. Посетив местные магазины, делегация обнаружила, что ни одна торговая точка не отвечает современным требованиям. Неразвитая сеть придорожных кафе. Кроме того, доля продукции республиканского производства минимальна. При таком подходе мы будем экономикой душить, и сегодня все хостоваропроизводители тоже будем душить. Глава республики посетил пожарную часть номер 9 и лично проверил надежность работы телефонной связи. Алло. Глава республики Игнатьев. Звоню с основки. Остался доволен глава республики и восстановительными работами, которые ведутся на месте бывших горельников. Многое уже сделано, в том числе и с помощью волонтеров. Но этого пока недостаточно. Надо активнее привлекать к экологическим работам местное население. Посоветовал Михаил Игнатьев. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика.